доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и разумеется продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях и вообще каких-то новостных поводах которые влияют на динамику наших торговых долгосрочных идей начнем сегодня с рынка нефти который продолжает расти из 40 долларов за баррель это котировки которые мы видим по бренду максимум за три месяца и причем максимальные уровни сейчас характерны тоже многомещенные максимумы для большинства рисковых инструментов центральная тема для рынка нефти это предстоящая видеоконференция участников членов аналитического пакта опек плюс раньше полагалось то что она состоится в середине июня ближе к середине сейчас известно что сроки собственно смещены на конец этой недели о чем будут говорить о том насколько эффективным было последнее решение к чему оно привело но мы видим то что котировки растут и наверное задним числом можно оправдать то что к этому причастны опять же и усилия стран опека плюс ну и конечно же будут подняты вопрос а что еще можно сделать чтобы сохранить этот позитив эту положительную динамику и способствовать такому же укреплению нефти дальше известно то что саудовская аравия будет настаивать на необходимости переноса сроков после июня продление точнее ну как минимум до конца а лета но друзья с другой стороны рост цен на нефть и восстановление спроса которым сейчас говорят на право и налево везде это уже может выступить контраргументами для тех кто не хочет участвовать в этом соглашении после июня соответственно сейчас у нас есть понимание точнее риск обсуждаемый на рынке того что россия один из таких игроков которые возможно не поддержит инициативу продления срок потому что цены уже достаточно выросли собственно ручно ограничивать экспорт сейчас как я уже отмечал это довольно болезненный момент для доходной части российского федерального бюджета тогда когда он сейчас очень нуждается в средствах от нефтегазовой отрасли чем меньше нефть разумеется россия экспортирует тем меньше прибыли и доходов получать но возможно россию смогут переубедить и кстати говоря друзья мы сможем еще раз убедиться как раз в конце этой недели кто же все-таки в содружестве страны опек плюс является настоящим лидер мне если окажется что россия до встречи отмечала что не будет поддерживать никакие договоренности тут все-таки поддержит станет ясно что баллом правит саудовская аравия из других событий я уже не раз говорил друзья то что на рынке достаточно негатива ну во-первых отчасти этот негатив связан с тем что даже текущее соглашение опек плюс она не эффективно потому что соблюдается всего лишь на 70 с небольшим процентом и по-моему я накануне комментировал что даже если какое-то соглашение о переносе сроков будет я в него особо не поверю потому что даже текущее соглашение не выполняется так как нужно сегодня в 17.30 данные по запасам нефти но на прошлой неделе у нас был прирост и который по идее должен был привести к ослаблению цен но этого не произошло поэтому допускаю что статистика сегодня также рынком будет фильтроваться черное золото очень многое дорого сейчас котируется за один баррель дают так много что я думаю не я не один не мог представить что такие котировки вообще возможны и так быстро друзья буквально через месяц после того как начали только появляться признаки смягчения этих карантинных ограничений я давно вышел из коротких позиций ждал отката чтобы закупиться нефтью но коррекция не было до сих пор и я настроен друзья все-таки проявить решительность и начать продавать бренд не сейчас посмотрим все таки как будет закрыта эта неделя будет ли коррекция посмотрим на реакцию от рейдеров на заседание опек ну если и по итогам текущих оставшихся дней этой недели котировки бренда будут котироваться в районе 40 и выше я все-таки буду заходить в сел в расчете на мощный технический откат очень долгое время мы не комментировали американский фондовый рынок повторюсь друзья то что как только snp оказался выше 3000 пунктов я открыл короткую позицию сейчас 3085 пунктов по snp и я считаю что американский фондовый рынок пожалуй это один из наиболее перекупленных активов секторов вообще на финансовых рынках и причем перекупленность она сейчас фиксируется и в долу и в nasdaq и в snp но мне всегда был ближе именно индекс snp вы посмотрите на текущий новостной фон я не раз уже отмечал что тот фундамент с которым мы работаем сейчас это фундамент колоссальнейшая база для развития нисходящей динамики но на этом фондовый рынок не падает а продолжает расти что это попытка добиться рынок до тех уровней на которых просто все артисты останутся без денег манипуляция ли это курсом я не знаю друзья но фон вы сами видите в сша продолжаются протесты массовые беспорядки которые последовали за убийством флойда в миниаполисе и как опять же уже я делал акцента по моему в одной из статей который публикуется на нашем сайте вчера вообще было а громкая новость о том что а трампа чуть ли не в военное положение вел в отдельных регионах и вел в скажем региональные субъекты где наблюдается на и больше вот это социальные волнения военные контингенты и соответственно силу присутствия на правоохранительных органов для каких целей это делается для того чтобы подавлять проявление насилия массовые беспорядки защитить там какие-то объекты культуры госучреждения но факт остается фактом социальные волнения это негативнейший момент для динамики рисковых инструментов уж точно по идее должен был быть таким же негативнейшим моментом для американского фондового рынка но на этом фондовый рынок не теряет а только лишь растет многие предприятия которые после пандемии начали был уже открываться вынуждены снова заколачиваете окна и двери боясь как бы опять же всплеска социальных волнений не отразился на этих объектах и плюс ко всему представители всемирной организации здравоохранения делают акцент на то что такое массовое скопление людей может стать источником повторной вспышки коронавируса этот риск тоже на рынке сохраняется сегодня я опустил даже тему отношения к китае и сша хотя эта тема очень болезненная поскольку уже известно что китай фактически нарушил первую фазу торгового соглашения приняв решение ограничить импорт из сша на свинины и соевых бобов мы ждем ответа сша я уверен то что он последует да очевидно уже что сейчас риторика между странами ухудшается в конце концов мы вернемся к торговой войне которые так много говорили на протяжении всего две тысячи девятнадцатого года и тогда собственно этот фон активно сдерживал динамику рисковых инструментов сейчас снг растет но поскольку я уже отметил что на мой взгляд это один из активов которые являются самыми перекупленными на финансовых рынках я здесь все-таки попробую плюнуть против ветра идти и поставить на контртрендовую динамику в расчете на мощную нисходящую коррекцию евро доллар фунт доллар а друзья здесь также подтверждаем то что фундамент пока что не работает но у нас есть еще один способ анализа текущей ситуации через индикатор рыночных настроений я надеюсь то что вы ими пользуетесь если нет знаете в компания маркетс есть кайман которым нужно воспользоваться особенно сейчас когда по евро доллару наблюдается перекос по позициям 3070 70 процентов трейдеров делают ставку на оснижение только по этой причине можно предположить что рынок не будет сейчас валиться а продолжит двигаться в том направлении где сидит небольшая часть трейдеров ну то есть здесь логика простая рынок никогда не даст заработать всем а все сейчас ставит на снижение евро доллара такая ситуация будет продолжаться до появления какого-то мощного фундаментального триггера у нас он есть это заседание европейского центрального банка поэтому до заседания и по факту вещание ксин лагард завтрашнем мы можем увидеть все еще один прострел по евро доллару вверх как раз вынос как говорят аж артистов очень надеюсь друзья то что вы удержитесь в рынке и потом я допускаю то что начнется развитие той самой нисходящей динамики которую мы ждем смотрите за индикатором в рыночных настроений кайман как только начнет меняться расстановка сил 30 70 например 40 60 это уже будет сигналом того что часть шартистов начинает выходить из рынок из рынка он балансируется и создает условия для возможно того чтобы фундамент снова стал основной движущей силой на площадках и основным катализатором развития поведения активов в данном случае друзья ждем заседание европейского центрального банка и ждем долгожданного разворота но до этого не забывайте вполне возможно что восходящая динамика сохранится по фунту такая же картина 1 25 79 и вчера рост британской валюты произошел на фоне того что великобритания прокомментировала ситуацию в плане переговоров по брезду с еврокомиссии отметила что нет компромисса по рыбной отрасли которые являются одним из самых главных камней преткновения и причины почему по брезду до сих пор не удается договориться и на этом фоне фунт вырос на 100 пунктов это также абсурд друзья рынком сейчас манипулируют эти манипуляции будут какое-то время еще а продолжаться сегодня кстати очень важный день для британца поскольку в 11.30 выйдут данные по сфере услуг и если статистика разочарует будем смотреть за тем как отреагирует фунт вполне возможно что для британца сегодняшний отчет по сфере услуг это такой же разворотный переломный момент как для евро заседание европейского центрального банка на этом все большое всем спасибо за внимание всем всего доброго до свидания